В московском Кремле может появиться еще один музей. Правда, чтобы посетить его, гостям придется спуститься под землю. Владимир Путин дал Министерству культуры поручение разработать проект экспозиции на базе подвалов одного из демонтированных корпусов, где сейчас ведутся археологические раскопки. Во время визита все желающие смогут узнать, как жили первые москвичи и увидеть руины чудового монастыря. Моя коллега Людмила Клыженко прогулялась по будущему подземному музейному комплексу. В веках от 12 века, от 1100, от 30-го года до 1930-го года. Восемь веков разделяют 2,5 метра земли и камня. Для новичков вроде нас раскопки это просто разноцветные полосы грунта. А для археологов они книга, на страницах которой можно прочесть всю жизнь города с самого его основания. Черные полосы это пожары, желтые мирная жизнь еще юной столицы. А что здесь самое старое творение? Вот самое старое это вот эта яма. Вот эта яма, да, так сказать, как сказали по-человеду, от выворотни, то есть от дерева, которое повалило ветром, видимо. Рядом с теперь уже памятником средневековому дереву колонна практически новодел. 14-й корпус Кремля возводили в 30-х годах на месте бывших Чудово и Вознесенского монастырей. Археологи говорят, повезло, что наши предки решили по-своему распорядиться уцелевшим строительным материалом. Когда разбирали Чудов монастырь, остатки строительные не стали далеко вывозить, а просто разровняли на небольшой территории. Соответственно, повысили на 3 метра уровень поверхности. Потому нижние культурные слои оказались нетронуты, и монастырский фундамент в отдельных комнатах тоже уцелел. По нему определили, где стояли здания. Частично белый камень пустили на фундамент советской постройки. Под колонну в одном из залов и вовсе легла надгробная плита участника Ливонской войны, похороненного в 16 веке при монастырском дворе. Тут указано, что декабря, раб Божий, Василий, требующий стыков, немецкой земле подпадали. Со старославянских букв пыль столетий стряхивает осторожно, щеткой. Археологи говорят, работа настолько тонкая, что лопаты в подвале Кремля практически не работают, только совком. И каждое ведро грунта просеивают через сито, чтобы отыскать даже самые мелкие артефакты на импровизированной выставке. Остатки посуды, замков и стеклянных браслетов. Бирюзового, желтого, зеленого цвета. Иногда даже, так сказать, вот такие вот сложно перевитые. Все, как правило, были импортные. И в них было все хорошо, только они очень быстро ломались. Осколки падали в землю, чтобы быть извлеченными спустя семь столетий. И занять свое место в новом музее, который, надеются археологи, появится под землей в ближайшее время. Кстати, его верхняя часть уже готова. На месте демонтированного корпуса по поручению президента разбили парк, в котором живая изгородь из Туи повторяет очертания древних храмов. Еще одно поручение президента касается доступности московского Кремля. Здесь должно появиться больше входов на территорию. Сейчас попасть за красные кирпичные стены можно через Кутафию и частично Буровицкую башню. В этот список внесут еще и Спасскую, которая пока работает только на выход. Людмила Клыженко, Андрей Урютов, Live.